Биопсия предстательной железы насчитывает порядка уже вековую историю своего развития. И первая, собственно, биопсия открытым доступом, транспиринеальным доступом, была проведена в 1926 году, когда с помощью двухсантиметрового разреза в промежности осуществлен был доступ к капсуле предстательной железы. И тогда, к сожалению, действительно были минимальные попытки в оценке морфологической какой-либо классификации. И тем же самым доступом выполнялось непосредственно потом хирургическое вмешательство при каком-либо подозрении на потенциально злокачественный процесс. Естественно, тогда никто не думал и не гадал про постановку какого-либо глиссона. В 1930 году предложена первая тонкоигольная аспирационная биопсия, которая получила широкое применение гораздо позже, это 60-70-е годы. С 50-х годов стали применять трансуретральную резекцию предстательной железы в качестве метода постановки диагноза. И уже после появления специальных аппаратных систем для забора материала в 1989 году ХОТШ внедрил секстантную биопсию шестипольную, которая является основополагающей биопсией, которая дала впоследствии развитие системной биопсии, и которую мы используем по настоящий момент. Перспективное направление биопсии предстательной железы и то, что используем уже сегодня, это различные модификации фьюжн-биопсии, появление специальных установок аппаратных систем для качественного забора материала, то есть это робот Монолиза, когда из двух точек в перинеальной области в различных плоскостях происходит забор материала непосредственно по периферии предстательной железы. И работа 2017-2018 года, когда уже комбинация не только УЗИ и МРТ, но и комбинация ПЭТКТ, МРТ и ультразвуковой диагностики позволяет все-таки проводить ту прицельный забор материала на предмет клинически значимого рака предстательной железы. Как я уже говорила, основополагающая биопсия шестипольная, здесь представлены 2D-модель, конечно, места вколов при сектантной биопсии. И в ходе литературного анализа, это 90-е годы, когда было установлено, что объем предстательной железы влияет на качество выявления диагноза. К сожалению, данный тип биопсии обладает низкой чувствительностью к выявлению рака предстательной железы. Это порядка по исследованиям от 30 до 45%. При этом, как вы видите, в случае повышения объема железы более 50 см3, частота выявляемости рака предстательной железы составляет всего 23%. Еще меньшим процентом выявляемости составляли те случаи, когда биопсию простаты выполняли под контролем пальца. Впоследствии получение образцов из периферической зоны в исследованиях позволило повысить выявляемость рака предстательной железы на 30%. Так появилась восьмипольная биопсия. И каждое последующее повышение забора материала до 12 вколов обладает чувствительностью порядка 70% при выявлении рака предстательной железы. Здесь я говорю о любом типе глисона, в принципе, о постановке диагноза. Повышение частоты вколов по результатам исследований не принесло к увеличению выявляемости клинического значимого рака предстательной железы. По современным рекомендациям Европейской ассоциации урологов этого года, системная биопсия предстательной железы рекомендована у нас в том случае, если у нас действительно есть подозрение на наличие рака предстательной железы, и пациент не выполнял мультипрометрическую МРТ, о которой мы будем говорить позднее, перед данной манипуляцией. В случае, если была выполнена, и все-таки она рекомендуется, если мы выставляем показания для выполнения биопсии, то в случае наличия очагов пайратс больше трех, о чем нам позже Александр Викторович расскажет, что это значит, то предлагается выполнять комбинированную таргетную системную биопсию. В случае, если пайратс меньше либо равен двум, обсуждать вопрос с пациентом о наблюдении за данной клинической ситуацией. Повторная биопсия у нас рекомендуется в случае предыдущих отрицательных биопсий предстательной железы, сохраняющегося повышенного или персистирующего высокого уровня простатспецифического антигена. Продолжен, если у нас при пальцевом ректальном исследовании существует изменение в предстательной железе, при этом выявляемость при повторной биопсии рака предстательной железы составляет от 5 до 30%. Наличие атипической микрооценарной пролиферации при предыдущей биопсии рака предстательной железы до третьих случаев при повторной биопсии может быть обнаружен клинически значимый рак простаты. Очень интересные изменения касаются PIN High Grade. Если ранее у нас до обновленных рекомендаций существовало наличие интерпетериальной неоплазии в одном или в двух биоптатах, то мы выставляли показания для повторной биопсии. С этого года по рекомендациям, если у нас присутствует PIN High Grade в трех и более биоптатах, вероятность выявления клинического значимого рака простаты составляет 30%. Если PIN был выявлен в менее трех биоптатах, то мы продолжаем наблюдение за данной ситуацией. Сатурационная биопсия. Сатурационная биопсия – это частота выявления рака предстательной железы при биопсии из более 20 точек. По исследованиям по сатурационной биопсии это было и 22, и 24, и 45 вколов. В среднем составляет выявление рака простаты тоже 30-43%. Транспиринеальный доступ при выполнении сатурационной биопсии повышает точность диагностики клинического значимого рака до 38%. И сатурационная биопсия сегодня у нас выполняется в следующих случаях. Это пациентам с отрицательными биопсиями в анамнезе, стойким подозрением на рак предстательной железы с предраковыми состояниями, такими как и типичная мелкооценарная пролиферация, интерапитериальная неоплазия, либо пациентам, которым предстоит фокальная терапия. И очень важно отметить, что сатурационная биопсия не подходит для первичной биопсии. То, о чем я говорила, что повышение частоты вколов не приводит к увеличению выявляемости значимого рака предстательной железы. Здесь представлены исследования 2006 года, когда проводили сравнение десятипольной биопсии и сатурационной биопсии при первичной постановке диагноза. И это не привело к разнице в увеличении постановки диагноза рака предстательной железы. В последующих исследованиях 2000-х годов проводилось сравнение постановки морфологического диагноза при биопсии и после радикальной простатектомии. И по результатам исследований в 21% случаев проводилось апгрейдинг. Это значит, что не совпадал диагноз морфологический после проведения радикальной простатектомии этим пациентам. Разница в сумме баллов по глисону больше 2-3 баллов выявлялась практически в третьем случае. И, собственно, здесь как раз-таки на арену выходит роль мультипараметрической МРТ малого таза в постановке диагноза рака предстательной железы. При этом обнаружена была корреляция между выявлениями очагов при мультипараметрической МРТ и проведении радикальной простатектомии. Чувствительность составляет порядка 98% для очагов более 5 мм и, собственно, для клинического значимого рака простаты. То есть это сумма баллов по глисону 7-4 плюс 3. В последующем в исследовании Эпштейна также была показана высокая разница в апгрейдинг практически 36% между результатами биопсии и результатами уже послеоперационного материала. При этом транспирениальная биопсия позволяет совпадение диагнозов более чем в 50%. Но тут появляется другая проблема при проведении в том числе системной или сатурационной биопсии, что в случае проведения биопсии у нас всегда есть риск выявления индолентного заболевания, то есть клинически незначимого заболевания. При этом радикальное лечение в 60% случаях проводилось при сумме баллов по глисону 6-3 плюс 3. И в этом плане очень интересное исследование 2020 года, которое говорит о том, что сочетание, комбинация таргетной биопсии и системной биопсии позволяет выявлять как раз-таки ту когорту клинически значимого рака предстательной железы практически в два раза больше, нежели это будет по отдельности таргетная или системная биопсия. При этом апгрейдинг на фоне такого типа комбинированного типа биопсии составляет всего лишь 3,5%. И, собственно, поэтому современные рекомендации у нас содержат ту информацию, что при выполнении первичной биопсии рекомендуется сочетанная таргетная и системная биопсия. С прошлого года мы начали выполнять данный тип биопсии у нас в Национальном центре. Подробнее об этом потом расскажет Олег Вячеславович. По поводу активного наблюдения и использования опции биопсии, тоже исследование 2020 года, которое говорит о том, что использование таргетной биопсии на основе данных мультипрометрического МРТ позволяет снизить частоту прерывания активного наблюдения в течение двух лет практически на 50%. Интересная также статья 2020 года, точнее это комментарий к статье от Франческо Монторси, который говорит о том, что если все-таки пациент планируется такая опция терапевтическая как активное наблюдение, то все-таки рекомендуется пересмотр стеклопрепаратов у эксперта в области предстательной железы, потому что изменение морфологического диагноза составляет порядка 40% случаев. Если пациент уже выполнил мультипрометрическую МРТ, то требуется пересмотр экспертным радиологам, в частности они, это клиника в Милане, они пересматривают у себя повторно мультипрометрическую МРТ и выполняют таргетную биопсию согласно расписанию по активному наблюдению. Если пациент до момента биопсии не выполнял мультипрометрическую МРТ, то рекомендуется контрольное обследование через 4 месяца после последней биопсии для принятия объема ООО биопсии предстательной железы. Вопрос по поводу оптимального числа биоптатов. При первичной биопсии и не выполненном мультипрометрическом МРТ, это порядка 8 биоптатов в случае малого объема предстательной железы, это менее 30 кубических сантиметров, и биопсия подразделительных очагов при пальцевом ректальном исследовании. Если пациенту выполнено мультипрометрическое МРТ, и у нас есть подозрение на клинически значимый рак простаты, то это либо когнитивный аппаратный фьюжн, либо это осуществление первичной биопсии из перинеального доступа, поскольку частота явления клинического значимого рака при трансперинеальной биопсии несколько выше, чем при трансректальной биопсии. И в случае выполнения таргетной прицельной биопсии точного числа вколов с подозрительного очага на сегодняшний момент у нас нет, но те исследования, которые проводились непосредственно по таргетной биопсии, по своей методике в среднем это было 3-5 вколов с одного таргетного очага. Еще обновления 2021 года касаются безопасности проведения биопсии, в частности антибиотикопрофилактики. Если в 2020 году у нас это касалось только выбора антибиотика, то уже сейчас говорится о роли, во-первых, доступа, поскольку трансперинеальная биопсия – это биопсия, которая сопровождается гораздо меньшим числом осложнений, в частности инфекционных. И работа 2020 года, которая сравнивала результаты трансперинеального и трансректального доступа, казалось бы, 1% и 1,4%, но если пересчитать эти цифры на число биопсий, которые выполнены были пациентам, то в этом случае это всего 130 осложнений было, а здесь порядка 900 осложнений при трансректальном доступе. Кроме того, в рекомендациях появилась роль об обработке повидон-йодом, который снижает в 2 раза частоту инфекционных осложнений, и очистительная клизма не показала своей значимости по частоте возникновения инфекционных осложнений. Сегодня рекомендации 2021 года содержат очень подробную схему по использованию, в том числе, антибиотикотерапии. По-моему, с 2016-2017 года произошел пересмотр антибиотикопрофилактики в Европейской ассоциации урологов, в частности, по поводу использования вторхиналонов. Сегодня они все-таки не рекомендуют к использованию вторхиналоны. На предыдущем слайде и в собственных рекомендациях отражена альтернативная схема применения антибиотиков при проведении биопсии предстательной железы. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...